В Новый год с новой квартирой. Пенсионерка Ольга Александровна Матышева в канун Нового года получила трехкомнатную квартиру в Петрозаводской новостройке по программе переселения из аварийного жилья. В рамках пятилетней программы в Карелии с счастливыми новоселами стали 8,5 тысяч человек. Подробности в сюжете Дениса Тюрина. Пенсионерка Ольга Александровна Матышева не скрывает своей радости. В родном Беломорске жить приходилось в аварийном деревянном доме. Оттуда съехали почти все соседи, разъехались и дети. Воду с колонки, дрова покупали, сами там напилили их, кололи и так вот и жили. Ходила, узнавала, узнавала. Я уже даже говорила, какую-нибудь квартиру хоть однокомнатную, старую, даже освободившуюся мне мы дали, потому что уже надоело в этом доме жить. Все валится, все рушится, все уже повыезжали, нас уже там совсем никого не осталось. И мне сказали, что согласна на Петрозаводск. Я говорю, что не согласна. Согласна, конечно. Но пришли заявление. Написала заявление. И вот ровно год, ровно год ждала я. И мне вот предоставили вот эту квартиру. Теперь Ольга Матышева строит планы на будущее. Скоро учиться в Петрозаводск приедет один из ее внуков. Регулярно будут навещать дети. В новой квартире места хватит всем. Кухня очень хорошая, большая. Туалеты ванны раздельные. Прихожка огромная, сами видели, какая хорошая. Мне все нравится здесь. В 2018 году в рамках программы в республике расселено более 55 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Новое жилье получили порядка трех тысяч человек. В Петрозаводских новостройках владельцами квартир стали 670 человек из 11 районов Карелии. Чуть больше полугода потребовало, чтобы в развивающемся микрорайоне Петрозаводска выросли три новых дома. В Кимии восьмиквартирная новостройка была возведена с учетом потребности одного из жильцов, инвалида-колясочника. Для него оборудовали отдельный вход. Более 143 тысяч расселенных квадратных метров аварийного жилья и 8,5 тысяч новоселов. Итог пятилетней региональной программы в Карелии. С 2019 года в России стартует новая федеральная программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Заявку для участия в ней республика уже сформировала. Денис Тюрин, Александр Борисов, САМПО ТВ, 360.